Девушки отдыхают Да, да, не заделся вот я Но так как не апеллировал Бухаров к арбитру, не просил 11-метровый Мартин Хансен, он и в первом матче защищал ворота Норшелана Итак, удар выше ворот Кстати, защищал блестяще Несколько таких атак было мощных у Зенита Паскаль Грегор, ох, какая ошибка Неудачно отбил по Широкову, Широков И удар! Мяч попадает в штангу Цепь сейчас ошибок Игроков обороны И Широков здорово выходит, смотрите, один на один И пробивает, ворота-то были пустые Но, конечно, трудно было вывернуть Именно по знаниям, не по футбольному мастерству, а по знаниям Зырянов По штрафу Бухаров Не игры нет, удар! И опять опасный момент Овсайда не было, что-то защитники прозевали Еще раз смотрю, вот момент Хотя нет, вы знаете, все-таки похоже на офсайд Анюков Халк Халк штраф на площадке Обыграет вратаря Дани, удар! Ну, арбитр, конечно, мог дать и свисток Халка сбили Но все-таки с мячом был Дани Поэтому логично, чтобы он продолжал атаку Не повезло Дани Попал в ногу защитника Но атака Халка была прекрасна Ему аплодисменты Еще раз смотрим Посмотрите, как он убегает от Якобсона Подыгрывает свой мяч Хочет в штрафную И Дани Увы Все больше симпатии завоевывает Не только у болельщиков Зенита Но и вообще Кстати говоря, потенциально он может быть и вратарем сборной России Он ведь россиян Широков Пас Халк Дани вне игры Вот нельзя было Дани играть Нельзя было Дани играть Оставь мяч Халк бежал бы в ворота сам Но это по ходу ситуация такая Еще раз смотрим Вот смотрите Халк пробегает И мяч отыгрывает И сам, ну достал бы точно Но нельзя было Дани играть Он был лавсайд Удар Приветствую зрителей Стоп за голень У Зенита Губочин травмирован Ходит с лангеткой Но едет сейчас По вызову в сборную Словакии Там новый тренер Хочет с ним познакомиться Конечно, играть не будет Хаджин Язов показал Что он может пробить Он левша Вы знаете, очень хорошо Построена атака у датчан Моментально Сразу как Спираль разворачивается И нападающие мчатся Вперед И полузащитники Вне игры Нет Дани уже в штрафной площадке Пас вдоль ворот Бухаров пробежал Бухаров с мячом Халк Удар Рихошет Дани мог и сам брать на себя Это вот этот в этом эпизоде Нет, он делал передачу Бухаров 37-й номер Молодая команда Ох, как Широков Поднял вовремя ногу Пас Халку Халк уже перед воротами Пас Ииии Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Но что ты будешь делать? Не везет Ну, правда Мастерства не хватает Расчет должен быть лучше Но делал правильно Перекидку Ииии Все ожидали, что мяч опущется в ворота Не получается 0-0 Халк Бухаров Надо забивать Удар И гол Нет, это Роман Широков Это Роман Широков Казалось бы, позиция Бухарова Но нет, Роман Широков вклинился Вот этот треугольник сегодня полузащитников Роман Широков открывает счет Четко низом Ударом средней силы Но технично в угол Еще раз смотрим А Бухаров был там На правом фланге И счет стал 1-0 26-я минута Роман Широков Ну что ж В прошлом матче Роман после травмы вышел И очень прилично сыграл Против Волги И сегодня вы видите Он в хорошей форме Знацелен И гол забивает Это хорошее подспорье Перед матчем в Северной Ирландии Норстран Тичинович Можно бить Удар Хулагин отбил Не смог удержать мяч в руках Удар был сильный Ну а Ломберс Все же ожидая от него удара Может пас отдаст направо Нет, решил бить Все, бьет И Вот это уже похоже Я сказал, надо сколько-то сделать удар Чтобы прицел-то точно Якобсен пришел в штрафную Подача Угловой Лодыгин сейчас все-таки сыграл Этот мяч Широков, Аняков Широков Халк Можно пробить Ну Удар И гол Ну вот Это Халк Казалось Вратарь видит момент удара Но удар-то какой Знаете, как ошпаренный Такой Скользящий Да еще подпрыгивающий Сильный удар Ну Вратарь был бессилен Хотя Вроде бы и так Рукой должен был сыграть Давайте посмотрим Повтор Очень интересно Пяткой Как Широков Получился пас голевой от Широкова Низом Кстати, Халквит сделал голевой пас в первом тайме То есть отменялись любезностями Широков и Халк Кристианцын с мячом Аксель Аксель кричит Спалетти И не достает Ладыгин И уже Кристианцын посылал Все-таки нацелено Забить во что бы то ни стало Датчане Молодцы Такое похвальное стремление Ладыгин не дотягивается до мяча И удар Поворотом Выше Дани Халк Удар И Дани 30 лет Отметил Дани Свой день рождения 30 лет и по сегодня А какой пас от Халка Не глядя Закинул Благодарит Дани Халка 3-0 Красивый гол Итак Широков Халк И Дани 3-0 Смотрите как Халк сейчас Забрасывает мяч вверх Точно И как будто он чувствовал Да он чувствовал Что Дани Это называется Периферическое зрение Чувствует Что там за спиной происходит Где партнеры Но Дани продолжает Это уже как в хоккее Да синхронная атака Один шайба И два подстраиваются И тот кто шайб Уже точно знает Куда отдавать Ох Тимачук Оплошность какая И Напугал Ладыгин Судя по всему Ну мог лучше сыграть Конечно Удар не получился И Да Бил со всей силы Как-то похитрее Можно было Тычиновичу сыграть Дани он играл С первой минуты Аршавин Послал Халка В центр Хаджани Язов И цель Аршавин Надо забить Ну что ж Первое касание Андрея Аршавина Ну вовремя Вот такие случаи говорят Как угадал тренер Да Побежал к Киржакову Сразу же забил Аршавин Такой пас получился Давайте еще раз посмотрим Кто ждал этот пас Зверянов Судя по всему Пас который Разрезал оборону Вот смотрите Нет Вицель Вицель дал пас И Аршавин Первый у мяча И теперь уже Пробивал в ближний Помните он вышел Один на один В дальний В первом тайме И пробил в дальний Не попало Здесь в ближний пробил 4-0 Ну вот это конечно Доля везения Форварду Но и умение Что ж тут Выход один на один Надо реализовать Вот такой пас Вицель Отметился Голевой передачи Халк Аршавин Юрий Ладыгин И он Его спросили Сразу решил быть Вратарем Он говорит Нет Я долго думал Когда пришел Вот записываться в секцию Это было в Греции Он 10 лет Жил в России И 13 в Греции Поэтому начинал играть Футбол В Греции Но сейчас Тичинович Шлахной А выиграет Ворота пустые И И Что Красная карточка Наверное Да Руками сыграл Красная в заднем кармане Когда Метту Получил Красную карточку Значит Пропустит Следующий матч Лиги чемпионов Так вот Ладыгин сказал Я думал Или вратарем Или форвардом Но Затем Скал вратарем И стал вратарем Но Ногами Он неплохо Играет Организовались Все-таки Атаку Сыграл Балкипер Ну Тут Красная карточка Согласно правилам А Нэтту Должен уйти Уйти Да Уйти в раздевалку Абсолютно точно А он остался Ждал судья Удар Штанга Не повезло Стокхольму Кстати В последнем матче Против корпуса Он забил С 11 метровой Проиграл Наршелан 1-2 Но он забил Один мяч Именно с 11 метровой Отметки Ну может быть С игры получится Удар Ох Еще одна Теперь же Перекладина Вот это да Два удара Каких Тимощук Тимощук Но надо ли ему Бросать мяч Ну еще играть Больше 15 минут Ну какой удар Смотрите Течинович Справа стал играть Даней Аршавин Одного обыграл Одного обыграл Второго Вошел в трафную Удар Вот это проход Аршавина Тут какой-то элемент Пижонства Не тогда Когда мяч Останавливал Что же штрафной Что дальше И вот он как Обыгрывает И пробил Широков Есть Забивает Аршавин Аршавин Дает пасу Широков Забивает Ну Широков Просит Чтобы все-таки Не кричали На него Потому что Он старается И в первом матче И во втором Здорово сыграл Пас голевой Аршавина Да Здесь Под перекладину Широков 5-0 Сегодня В лиге чемпионов И еще ему играет За сборную 14-го Где он тоже будет Наверняка Одним из главных Действующих лиц Крестьянца Ну да Мимо ворот И все Финальный свисток 5-0 Общий счет 6-0 Пользу Зенита Зенит проходит В плей-офф Девятого Будет Жеребьевка Класс Криньевка Криньевщик Криньевщик